Всем-всем здравствуйте! Не успела на пол сесть. Все, атаковали меня маленькие. Маленькие, такие глазастенькие, ушастенькие, зубастенькие, да? Ой, 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 вот они, вот они все тут. Да? Меня спрашивали, каким кормом я сухим кормлю. Раньше проб была разная, но когда Доня была первый раз беременна, Милуська целуется, Милуська, да? Ну вот, мне посоветовали вот такой роял Канин Стартер, что оно и для беременных очень хорошо, молоко хорошо вырабатывается, витаминов там много, и что с щенкам тоже очень-очень хорошо, то есть это и правда, то есть у Доньки и молока хватало, и все хорошо было, и я теперь вот его стараюсь покупать. Еще сейчас щеночки подрастают, вот купила роял Канин Паппи, то есть тоже, в принципе, корм хороший, и он у них лежит в свободном доступе, то есть я его насыпаю им побольше. То есть тетя Канин Паппи, милуська, целоваться, говорит, хочу, я не хватит болтать, целоваться я хочу. То есть, а натуральный корм они практически весь едают, то есть питание у меня комбинированное, и сухой корм, и, то есть, курица, говядина, и яйца, но яйца иногда, потому что мои их как-то не очень-то любят, морковка из овощей, кабачок, яблоко, ну, а картошку как бы не то, что я даю специально, они просто у меня ее выпрашивают без ума, без памяти. Но это как не реклама, это вот мне посоветовали заводчики, и поэтому вот я попробовала, и мне понравилось. Конечно, корм дороговастый, но так как я сочетаю с натуральной пищей, как бы купила вот недавно большой мешок, это-то маленькие упаковочки, я в них просто пересыпаю, что тут вот эта вот защелка есть. В больших пакетах такой защелки у меня вот не было, то есть там просто разрезаешь, и оно, конечно, выдыхается, пересыхает, потому что долго корм держится, поэтому вот я пересыпаю вот в такие вот маленькие. Но, конечно, натуралку они любят больше, то есть это уже как бы так дополнительно, можно сказать, но я им стараюсь давать один раз в день натуралку, остальное, грубо говоря, вот сухой корм пускушет. Но иногда бывает и два раза в день натуральный даю, то есть это как бы когда как получается, нет прям такого строгого у нас режима, строгих правил каких-то, что вот только так и никак по-другому. То есть пакетиковые кормы, то корма покупаю, особенно когда щеночков приучаешь, то есть к еде такой, ну, не маминого молочка, то есть, конечно, покупаю и пакетиковые. И даже держу про запас периодически этот китикэт, который для кошек, но мои его тоже едят с удовольствием, в КБ, который продается, что когда ну мало ли что, то есть это ничего оказалось нет, все съели, то есть это на всякий случай у меня тоже запасик небольшой всегда в наличии. Потому что бывает раз, у нас тут особенно, где мы сейчас живем, постоянно отключают электричество, и иногда просто тяжеловасто со всем справиться, то есть на про запас бывает и такое лежит. Ну вот, так что самое простое, как бы никаких таких наворотов у нас нет. Ну и, конечно, они у меня выпрашивают все, что я ем. Котлетку выпрашивают, курочку выпрашивают, картошку жареную выпрашивают. Ну а как-нибудь поделиться? А оладушек? А оладушек, скажи, как вкусненько, да? Оладушек тоже любят, блинчик любят. По многу не даю, но по чуть-чуть, по вот такой крохотулечке ничего страшного. Там кто-то говорит, ой, вы давали виноград, это яд, все умрут, то есть заворот кишок будет. Но давала по пол виноградинки кишмише, никто не умер, все живы, все живы, пусть здоровы. Главное без фанатизма, и все, отдавать можно все. Ну а мы вас целуем, обнимаем, радости большой вам всем, конечно же, желаем. А тут у меня военные действия на моих тапках.